Всем привет, меня зовут Лиля, я меджолок и стилист, и я безумно рада вернуться на свой youtube канал, потому что меня действительно давно очень не было, и я прошла некий путь растления, становления себя как личности за это время, и я готова с вами делиться своими покупками, трендами, обзорами, знаниями в первую очередь, конечно, и я очень правда рада формату видео, потому что он позволяет все-таки как-то более масштабно описать, показать, рассказать, это действительно очень круто, в этом видео нас с вами будут ждать последние покупки, это в основном летний гардероб, потому что на дворе лета начинаются скидки, я что-то покупаю, наверное, на межсезонье, но все же больше это летний гардероб, и сегодня будет только одежда, потому что сильно много накопилось, а обувь аксессуары я покажу в отдельном видео. Итак, начнем с самой первой вещи, это вот такой вот белый топ блуза с очень красивыми объемными ушами, здесь идет перемычка для пояса, но я его носила на мероприятии с Victoria's Secret по запуску нового аромата, и я просто его попоясала поясной сумкой белой, и было очень удобно и комфортно, потому что он достаточно объемный, объемный, и именно на моем росте совсем вот такой оверсайз, не очень хорошо смотрится, но в целом, если кто-то хочет, можно вообще, в принципе, носить его без пояса, очень красивые здесь рюши в романтичном стиле, объемные, красивые рукава, линейный материал, в общем, очень крутой топ, я прям очень довольна, я купила его со скидками на Asos, вот, ссылку оставлю в описании. Итак, следующий топ, тоже белый, у меня их два одинаковых, вы уже по-любому видели у меня его в инстаграме, и он всем реально очень нравится, это кроп-топ с тоже объемными рукавами, и у меня их целых два, потому что они реально очень крутые, у меня их два одинаковых, один черный, другой белый, и они оба из Stradivarius, с небольшими такими красивыми вставками, с рюшами и вышивкой по типу решелье, но, понятно, это не решелье, это очень дешевый аналог такого, знаете, тренда, действительно, на французский шик, мне безумно нравится винтажный стиль, и в сочетании с джинсами винтажным стилем, такие топы смотрятся просто идеально, ну и с юбками тоже, я, кстати, покажу юбку, у меня есть, она тоже очень круто будет смотреться с этими топами, вот. Этот блузу я покупала тоже на Asos, еще перед самой поездкой в Дубай, мы ездили на море, и я вам скажу, что даже, смотря на то, что у меня такое, три четверти рукав, вроде бы плотная такая блуза, но в ней было совершенно не жарко, потому что это натуральный длинной материал, и, боже, как она круто смотрится с такими объемными штанами, вот, может быть, даже с такими, кстати, это тоже все новая вещь, я сейчас расскажу, откуда они, в общем, очень классная блуза, советую, если вы любите тоже такой стиль, можно и с джинсами носить, и с юбками, и с такими брюками, в общем, очень комбинаторная вещь. Следующая вещь, это вот такой комбинезон, он на вешалке смотрится вообще не олег, конечно, но в жизни это просто идеальная вещь, опять же, квадратный вырез, вы уже поняли, что это тренд, и я действительно думаю, что для меня это больше база, чем тренд, в общем, я его носила с этим поясом, у него есть еще родной, как бы, с такой же тканью, но мне такие не очень нравятся, мне очень нравятся эти пуговицы, в черепаше такую расцветку, очень красивый комбинезон, легкий, тоже можно его и летом носить, и в такую погоду, типа, плюс 20, плюс 18, с курточкой, там очень-очень круто смотрится, вот, и я когда была в Париже, я носила его с красными туфлями, было прям супер. А, кстати, не рассказала историю просто, как я за ним гонялась, я ждала появления своего размера на сайте Asos, наверное, больше месяца, я каждый день просто проверяла размеры, мне приходило уведомление в 8 утра, я заходила в 9 на сайт, и уже было все распродано, это было просто ужасно, я уже думала, ладно, ничего страшного, не куплю себе его, пофигу, вот, и в итоге, в какой-то момент, я смотрю, появился мой размер, я просто тут же оформила заказ, и он мне когда приехал, я думаю, блин, это просто идеальная вещь, конечно, он мнется, но это все не страшно, потому что такой материал должен быть немного помятый, и смотрится реально очень круто. Вы меня простите, я немного реально нервничаю, переживаю, потому что я очень давно не снимала видео, не разговаривала так долго на камеру, вот, это юбка, очень красивая, сейчас вы по-любому видели эти трендовые юбки из шелка, можно под имитацию шелка, просто посмотрите, как красиво на длинном цветона переливается, в общем, очень классная юбка, я ей довольна, заказала тоже на Asos, это был размер XS, и он мне сел, а, нет, вру, это был размер 4 UK, ну да, это XS, 32 размер, и еще она из коллекции 5, так как у меня рост 153-154 сантиметра, она мне села идеально, потому что до этого я заказывала более такую желтую юбку, и она мне была очень большая в талии, поэтому я не решила ее не ушивать, а просто вернуть, вот, а вот эта прям идеально села, и смотрите, как она идеально, кстати, смотрится с этой блузой по цвету, у меня прям случайно получился такой комплект. Очень вообще просто, это взорвало мой инстаграм, мне все в директ писали, откуда у меня этот костюм, на самом деле я его купила в манго, я думаю, что если вы заходили в манго, все равно видели этот костюм, это юбка и топ, но также там еще такое платье есть, это очень красивые вещи, и вместе они смотрятся просто волшебно, я прям, у меня нет слов на самом деле, насколько это женственно, я тоже делаю это под белый пояс или под этот пояс, любой смотрится хорошо, вот, можно с коралловыми мюлями использовать или с белыми босоножками, в общем, прям люблю, и, кстати, я купила это с 40% по-моему скидкой, какая-то индивидуальная у меня была в тот день, я в тот день купила очки, покажу в следующем видео, когда буду рассказывать про аксессары, так что прям очень довольна, потому что этот костюм мне обошелся где-то примерно в 4 тысячи рублей, а так он должен был стоить где-то примерно 7, так что заходите в манго иногда, и может быть тоже попадете на какие-нибудь приятные скидки, кстати, недавно в инстаграме я выкладывала свою личную индивидуальную скидку, которую мне прислали на почту, так что тоже можете пользоваться, мне не жалко. Итак, следующий топ, он, конечно, вежелки смотрятся вообще ни о чем, тоже заказывала на Asos, и, ну, просто обычный базовый бронзовый такой топ на лето с джинсовыми шортами, с брюками, под любой пиджак, кстати, пиджак тоже покажу, скоро новый, супер. Итак, сейчас покажу вам свою любимую футболку, в которой я летела в Париж, и тоже в ней там немного даже ходила, по-моему, вечером, в общем, это прям очень крутая футболка, я ее заказывала на Ламоде, но это магазин Topshop, я его очень люблю, он есть, правда, только в Москве в европейском, и на цветном, по-моему, ну вот, я заказала на Ламоде, он был со скидкой, мне очень нравится ее такой фасон, я ее, естественно, убираю внутрь джинсов, и смотрится очень круто, прям обожаю эту футболку, и здесь написано, да, любимая, просто я учусь сейчас французский, прям очень усиленно, кстати, у меня сегодня в 5 часов тоже занятие, вот, обожаю французский, и вообще, все, что связано с Францией. Итак, следующий топ из Reservid, он очень дешевый был по сравнению со всеми остальными похожими топами, и девчонки мне такие, ой, Лилин, где-то купила, где-то купила, но, в общем, купила в Reservid, самый маленький размер, абсолютно тоже комбинаторная вещь, которая подходит под все мои брюки, юбки, шорты, в общем, это все классная вещь. Итак, еще один топ, он из Zara, стоит всего 1000 рублей, идеальный силуэт создает, он, конечно, облегает, у тех, у кого, может быть, есть какие-то недостатки в фигуре, не очень, но он делает потрясающий такой бюст, поэтому классный топ, и цвет очень красивый, он не совсем белый, он такой кремовый, не знаю, видно на камере или нет, надеюсь, что да. Комбо просто, это переделанная вещь, это пиджак льняной, очень красивый, легкий, из манго, я его покупала еще перед поездкой в Дубае, вот, но ношу вот уже полтора месяца, постоянно, со всем чем угодно, и с юбками, и с брюками, и с джинсами, просто идеальная вещь, но это не совсем, конечно, уже превратился пиджак, который был в манго, потому что там была ужасная просто такая черная пуговица, я купила красивые дорогие пуговицы, и пришила сюда их, не знаю, видно или нет, такие вот красивые золотые, и также я укоротила себе рукава, потому что я взяла специально М, чтобы он был такой более большой, мускулинный, оверсайз, потому что мне нравится, как он смотрится, с джинсами особенно, вот, так что советую, в общем, этот пиджак, но немножко его нужно подделать под себя. Следующая вещь, это просто, это моя любовь, я знаете, я когда делала обзор для масс-маркет на инстаграм, я просто разрывалась с того, что я очень хотела купить в этот день много всего, и в итоге я выбрала это платье и босоножки, которые покажу в следующем видео, но, в общем, платье, это просто оно волшебное, просто посмотрите на его эстетику, блин, вы, наверное, поняли уже то, что у меня весь летний гардероб состоит вот из таких объемных рукавов, квадратного выреза белых и таких фисташковых оттенков, мне очень-очень нравится, у него еще был такой поезд, но мне он не особенно понравился, я сейчас покажу фотки из примерочной, вот, можно любое поезд сюда подобрать, а можно вообще отрезать эти шлевки и носить без пояса, в общем, очень красивое платье, оно такое длинное миди, в общем, буду носить его летом, надеюсь, во Франции, когда поеду в поездку, обязательно буду делать красивые фотографии вместе. В общем, Зара молодцы, конечно, тут ниточки торчат, но это полбиби, их можно убрать, вот, и последняя вещь, ее покупала в Дубае, на самом деле это всего лишь полуэмбир, это тоже комбинезон, абсолютно немнущаяся вещь, идеально, по-моему, для дороги, классный такой веселый, так сказать, горошек белый, и немножко напоминает платье, которое было Джулией Робертс, у меня, кстати, есть такой прошлогодний комбинезон из Зары, но у меня очень какой-то большой стал, я не знаю, хотя вроде не сильно худела, ну, сам факт, в общем, очень красивый комбинезон, немнущийся тоже, можно с любым поясом, с мюлями, с кроссовками даже надеть, поэтому классная вещь, советую, если они там, конечно, еще остались, ну, по-моему, еще остались, я вроде бы видела. Ну, вот и подошло наше с вами видео к концу, я надеюсь, что оно вам понравилось, если это так, то ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, заходите почаще, оставайтесь подольше, я вас очень сильно люблю.